Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутска сегодня» за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов, у микрофона ведущая Сергея Лана Антонова. Вопросы о назначении и выплатам по больничным листам всегда вызывают повышенный интерес наших телезрителей и радиослушателей. В республике с января 2020 года больничные и материнские пособия назначаются и выплачиваются официально работающим напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования. То есть работодатели посредством прямых выплат избавили от необходимости оплачивать социальные пособия работодателя за свой счет, а через полтора месяца нас вновь ждут изменения. Так, законодательно отменяется привычный для нас бумажный листок нетрудоспособности. Чтобы поговорить о том, какие изменения в связи с этим произойдут, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Марину Евгеньевну Герман. Здравствуйте. Здравствуйте. Начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Марии Александровне Савинкову. Добрый день. И начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Саргалану Петровну Корнилову. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Марине Евгеньевне. До сих пор мы могли по своему желанию выбрать больничный лист либо в бумажном, либо в электронном варианте. А вот что конкретно изменится в оформлении больничных с 1 января следующего года? Как вы правильно заметили, что до 1 января 2022 года каждый гражданин, который обращается в медицинское учреждение, вправе выбрать взять ему листок нетрудоспособности на бумажном носителе, либо попросить, чтобы это был электронно оформленный листок нетрудоспособности. Надо сказать, что электронный листок нетрудоспособности начал внедряться с 2017 года. И вот мы постепенно подходим к тому, что электронный листок полностью должен заменить бумажный носитель. Поэтому с 2022 года уже окончательно было принято решение и внесены изменения в нормативные акты, федеральные законы, что электронный листок полностью 100% обязаны будут в медицинские учреждения, независимо, хочет этого пациент, либо не хочет, выписать листок нетрудоспособности в электронном виде. А в чем преимущество электронного листка нетрудоспособности перед бумажным? Ну, преимущество электронного листка нетрудоспособности, ну, самые, кажется, самые, ну, уже известные, и люди уже знают об этом. Это не нужно сдавать оригинал листка нетрудоспособности работодателям. Нельзя электронный листок нетрудоспособности порвать, помять, потерять, испортить, да. Также электронный листок нетрудоспособности сам застрахованное лицо может видеть в своем личном кабинете застрахованного лица, увидеть там свой номер, также увидеть назначение и пособие по этому листку нетрудоспособности. Хорошо. А вот с введением электронных больничных изменится ли срок, в течение которого работодатель должен передавать сведения под фонд социального страхования как раз-таки для назначения выплаты пособий? Да, учитывая, что система выплат изменится с 2022 года, дело в том, что в настоящий момент, как происходит оплата больничных листов, наш работник, любой работник, подходит к своему работодателю, предоставляет, если это электронный листок нетрудоспособности, то номер, если это бумажный листок нетрудоспособности, то сам этот лист приносит на работу. К счастью, с февраля месяца работник уже не заполняет заявление с этого года, до этого в 2020 году должен был еще и заявление заполнять. Сейчас он этого не делает, предоставляет номер, либо листок нетрудоспособности бумажной. И бухгалтер производит определенные действия на программе бухгалтерской и заполняет реестр сведений, который направляется в фонд социального страхования. Это он делает в течение пяти дней, и, соответственно, после поступления этих сведений фонд социального страхования выплачивает в течение десяти дней. С 2022 года работник не обязан будет все эти действия производить, и, соответственно, бухгалтер не заполняет сам этот реестр сведений. Все это происходит автоматическим путем, то есть после закрытия электронного больничного листа он становится основанием для оплаты. И, соответственно, вся эта система в электронном виде подтягивает определенные сведения, которые будут называться предреестром и направляться работодателю для подтверждения этих данных. То есть у работодателя облегчается еще работа у бухгалтеров. И, соответственно, получив уже всю информацию с электронного листка, по заработной плате, по стажу, он подтверждает все эти данные в течение трех календарных дней. И после этого подтверждения этот реестр уже с подписью ЭЦП поступает в фонд социального страхования, и фонд оплачивает также в течение десяти дней. Соответственно, немножко сокращаются сроки выплат. Таким образом, с 2022 года все взаимодействие между работодателем, медорганизацией и фондом соцстраха будет осуществляться в электронном виде, да? Я правильно понимаю? Да, правильно понимаете. Но в данный момент это взаимодействие будет по определенным пособиям. То есть в данный момент рассматривается пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, и единовременное пособие при рождении ребенка. Остальное, например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, здесь будет работодатель заполнять также сведения, так как неизвестно, кто будет сидеть по уходу за ребенком в отпуске. Это может быть один из родителей, любой другой родственник, бабушка, тетя, работающие. Поэтому работодателю все равно придется самостоятельно заполнять реестр сведений и направлять в фонд социального страхования для начисления ежемесячного пособия. А все остальные виды будут уже через электронный больничный лист. И это будет основанием для оплаты после закрытия листка нетрудоспособности. Интересно было бы узнать вообще, что представляет собой система электронного документа оборота фонда социального страхования. Электронный документ оборот, он сокращенно называется СЭДО. Система электронного документа оборота. И задача всех работодателей на сегодняшний день до конца этого года, текущего года, подключить у себя эту, скажем так, упрощенную галочку. Потому что эта система внедрена в бухгалтерские программы СБИС, Контур и 1С, в которой в основном работают все наши бухгалтера. И после того, как эта функция будет подключена, они вот эти все предсведения, про которые я ранее говорила, они будут получать у себя в программе. И, соответственно, мы уже будем взаимодействовать только электронно с ними. В данный момент эта функция внедрена и работает через прямые выплаты по получению извещений. То есть, если у работодателя имеются какие-то ошибки в направленных сведениях на выплату пособий, они об этом получают извещение как раз-таки вот через эту систему СЭДО. В данный момент она внедрена и работает для того, чтобы мы понимали, что у нас эта связь с работодателями есть. А что нужно сделать работодателю для перехода на электронный листок нетрудоспособности? И, кроме того, какая работа должна проводиться именно по бухгалтерии и в кадрах? Для перехода, для получения и обработки электронного листка нетрудоспособности, первым делом у предприятия должна быть электронная цифровая подпись. Это руководители, предприятия и бухгалтера. При наличии электронной цифровой подписи они должны устанавливать бухгалтерскую программу, одни из которых 1С, БИС или Контур, или другие бухгалтерские программы, через которые они могут направить нам реестр, получить сначала, запросить электронный листок нетрудоспособности, заполнить его, увидеть листок своего сотрудника, заполнить и отправить в реестр сведений в региональное отделение для назначения пособия. Хорошо. А вот проводятся ли региональным фондом соцстрахования какие-либо, может быть, курсы или обучение работодателей в связи с переходом на электронный листок нетрудоспособности? Это очень актуальная, мне кажется, тема в связи с тем, что у нас практически полтора месяца осталось до перехода. Да, учитывая тот опыт, который мы осуществляли при подготовке и переходу на прямые выплаты в 2019 году, мы очень большую информационно-разъяснительную работу проводили с участием исполнительных органов власти республики. Поэтому, учитывая наш уже накопленный опыт, накопленные связи, установленные связи, сегодня мы имеем четкое представление, как нам выстроить эту работу, поскольку сроки уже у нас не позволяют очень длительно вести, уговаривать работодателей. Поэтому все наши уполномоченные представители по республике на местах, то есть в районах и улусов, где находятся наши представители, осуществляют взаимодействие с органами муниципального образования. Сегодня был как раз проведен ВКС с участием администрации главы и правительства, где до всех руководителей, заместителей руководителей, глав администрации муниципальных образований, городских округов поставлена четкая задача для того, чтобы осуществить этот переход и с 1 января начать работу. Это же касается каждого застрахованного, каждого гражданина, который попадет в ту или иную жизненную ситуацию, временная нетрудоспособность, тем более учитывая, что у нас еще продолжается пандемия. И оформление листка нетрудоспособности в электронном виде, как раз таки сейчас медицинские организации должны перейти 100% на выдачу электронных листков, это значит технически быть подготовленной, ну и в том числе работодатель. Поэтому мы сейчас проводим в режиме ВКС семинары. Мы демонстрируем и информируем о том, что 17 и 18 у нас большие семинары проводятся, которые крупными нашими разработчиками продуктов 1С, бухгалтерии, СБИС, контур, с участием специалистов, руководителей Департамента фонда социального страхования Российской Федерации, а помимо этого изготовлены листки, буклеты. То есть сегодня мы пытаемся донести до всех, довести информацию о том, что с 1 января электронный листок нетрудоспособности, это каждому гражданину необходимо сейчас это знать, что будет выдаваться электронный листок. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напомню, что сегодня мы говорим о переходе на электронный вид нетрудоспособности. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутска сегодня». С 1 января 2022 года законодательно отменяется привычный для нас бумажный листок нетрудоспособности. Что конкретно изменится в оформлении больничных с начала следующего года и как будут начисляться пособия по болезни, беременности и родам. Об этом сегодня наша передача. И гости нашей студии я напомню управляющие региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха и Якутия Марина Евгеньевна Герман и начальники профильных отделов Мария Александровна Савенкова и Сергея Лана Петровна Корнилова. Напоминаем, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей передаче. Итак, некоторые работники все-таки переживают. Если все работодатели получат доступ к базе данных о больничных, то перед приемом на работу можно будет проверить вообще, насколько часто человек болел, получал больничный и слишком так называемым болезненным сотрудникам начнут отказывать в трудоустройстве. Может ли такое быть? Нет, такое не может быть. Данные об ИЛН будут храниться в информационной системе Фонда социального страхования, где подусмотрят все степени защиты в соответствии с федеральным законодательством. И сведения о диагнозе не распространяются, и сведения об ИЛН видит только сам работник. Работодатель этих данных не видит. А информация о состоянии здоровья все-таки конфиденциальная же, да? И, конечно же, всех волнует, как будет осуществляться защита персональных данных граждан. Ну, я как уже свыше сказала, да, все сведения хранятся в информационном фонде, в фонде социального страхования. Все данные защищены, и другие конфиденциальные данные, персональные данные не могут передаваться чужим третьим лицам. Мы говорим, что вот буквально полтора месяца у нас остается до перехода, да, на электронный лист нетрудоспособности. А как наши лечебные учреждения готовы к этому переходу? Ну, наши медицинские организации, можно сказать, почти готовы к переходу электронным листам, к выдаче листов нетрудоспособности. Если на 15 ноября 2021 года у нас имеется 100 медицинских организаций, имеющие лицензию на оказание экспертизы временной нетрудоспособности, да, из них у нас оформляют электронные листы нетрудоспособности уже 96 организаций из 100. Остались только 4 медицинские организации к подключению электронного листка нетрудоспособности. Ну и если посмотреть по статистике за 9 месяцев 2021 года, у нас уже 100% выдают только электронные лески, нету способности, это 22 медицинских организации республики. Ну и 90-99% у нас выдают 37 медицинских организаций, от 80 до 89% составляет только электронные лески, это 9 медицинских организаций. Ну и как бы можно сказать 69-79% у нас 10 медицинских организаций и менее 69% составляет выдача электронных лесков у 12 медицинских организаций, которые имеют лицензию на выдачу лесков нету способности. Ну как бы наши больницы, можно сказать, готовы и мы надеемся, что с 1 января 2022 года они все активно перейдут на выдачу электронного леска нету способности. Я еще добавлю, что вот аутсайдеры наши, эти организации, которые имеют меньше 80%, скорее всего это также взаимосвязано с пациентами, которые выбирают бумажные варианты. Да, и врач, конечно же, не имеет права отказать, выдать бумажный носитель. Поэтому здесь, конечно, нужно вести просветительскую работу, да, о том, чтобы уже как можно меньше выдавать. Но и следует отметить, что листки нетрудоспособности, именно бланки, будут уже в конце декабря изъяты у всех медицинских организаций, поскольку бланки выдает региональное отделение Фонда социального страхования. Каждый листок нетрудоспособности на контроле и на учете. И можно сказать, да, добавить, да, на сегодняшний день при выдаче листки нетрудоспособности обязательно согласие гражданина. Но с 1 января 2022 года уже внесены изменения в постановление правительства 1567, и уже согласие гражданина не будет требоваться. Оно будет выдаваться автоматически. Поскольку обязательно уже характер носит. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 320066, 3211-66, и мы говорим о переходе на электронный листок нетрудоспособности. Если у вас есть вопросы по данной теме, то, пожалуйста, звоните к нам в студию и задавайте вопросы. Но давайте все-таки напомним, как и где работник может отследить всю информацию по больничному. Вот, например, переходим мы на электронный листок нетрудоспособности, да? Если раньше вот у нас действительно бумажный носитель был на руках, мы все это видели. В данном случае можно сказать, что у нас сейчас в полной мере заработало приложение «Социальный навигатор», которое может скачать любой гражданин работающий и посмотреть в этом приложении все данные по пособиям, по начислению, по электронному листку нетрудоспособности, когда он был рассчитан, когда он был направлен в фонд социального страхования и когда выплачен, и в каком размере. В социальном навигаторе вся эта информация имеется. Поэтому, конечно, сейчас уже, скажем так, в мир таких современных условий, когда есть возможности иметь телефон, на который можно скачивать разные приложения, мы, конечно, рекомендуем всем гражданам скачать это приложение в мобильном приложении, наш «Социальный навигатор» и использовать в полном объеме. Через него также можно подавать еще обращение в фонд социального страхования. Собственно говоря, на сегодняшний день 70% всех обращений по личному кабинету застрахованного лица поступает именно из этого приложения. То есть уже максимально используется в нашем населении. А также, конечно, можно зайти в личный кабинет через сайт фонда социального страхования, а также использовать данные, которые там тоже можно посмотреть. Поэтому в данном случае уже есть возможность, скажем так, иметь у себя на телефоне это мобильное приложение. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, уже могу говорить, да? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Вилюйска. Вот рассказывают про больничные лицки, и мне очень не хотелось бы узнать. Я бабушка двоих маленьких детей, пяти и четырех лет. Дочка моя работает в школе. Учительница, ну, учительница, неважно. Ну, маленькие дети не очень часто болеют. И в прошлом году, и в этом году. На больничном она сидит, вот часто. И у меня такой вопрос. Вы так и рассказываете, я пыталась все понять, но как-то не очень понятно. Меня интересует такой вопрос. Почему вот детям за семи лет должны платить вроде бы сто процентов зарплату? Ведь так, да? А почему размер этого больничного лицка совсем маленький? Вот это меня очень волнует. Хорошо. Мы ответим на ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы не представились, поэтому обращаться не знаю, как вам. В общем, с 1 сентября 2021 года по инициативе президента Российской Федерации было внесено изменение в постановлении об оплате пособия по уходу за ребенком до 8 лет. Там имелось в виду, что сейчас не имеет значения стаж работы. То есть пособие все равно рассчитывается по доходу за 2 предыдущих года в момент наступления нетрудоспособности. В данном случае, если ваша дочь уходит на больничный в этом году, то берутся 2 предыдущих года ее доход. И если у нее стаж не позволяет рассчитывать 100%, то этот стаж доводится до 100%. То есть, допустим, у нее стаж работы всего 3 года учителем, и у нее бы тогда рассчитывалось от дохода 60%. Но в данном случае, благодаря этим изменениям, ей рассчитывается в 100% размере по стажу. То есть, все равно берется за 2 предыдущих года. Но тем не менее, говорят, что получили очень мало денег. Да, это зависит вообще от дохода физического лица. То есть, если 2 предыдущих года зарплата не превышала мрот, то, соответственно, расчет будет исходить из заработной платы. Есть возможность замены периода? Есть возможность замены периода, если перед этим мамочка находилась по уходу за ребенком. То есть, она может изменить год расчета, взять те года, когда у нее был полный доход, не было ухода за ребенком. Потому что во время ухода за ребенком, конечно, считается доход по отпуску до полутора лет. И, естественно, он бывает ниже. Соответственно, мамочка может сделать замену лету. Хорошо. А вот может ли получить электронный больничный, например, безработный? В данном случае электронный больничный лист нет. А бумажный, да, для предоставления в разные государственные структуры. Но в данном случае это будет исключение. Пока в постановлении не прописано, в каком виде будет получаться этот больничный, возможно, в форме справки для безработных. Хотелось бы знать, вот по получению больничных, например, индивидуальными предпринимателями, либо самозанятыми. Вот в этом случае как будет ввестись? Да, конечно, они имеют право на оплачение больничного листа. И, в принципе, также имеют право на оплату. Хорошо. Один из, я думаю, частых вопросов. Есть ли больничный при контакте с COVID? Я думаю, он волнует очень многих и телезрителей, и радиослушателей. Ну, самое главное, скажем, что выдачу, оформление и продление листка нетуспособности вся ответственность лежит на лечащем враче и медицинской организации. И он определяет уже, кому оформлять листок нетуспособности и за какой период выдавать. Ну, в соответствии с порядком выдачи листков 925 от 1 сентября 2020 года, у нас там сказано, что лицам, контактирующими с инфекционным заболеванием, да, листок нетуспособности оформляется лечащим врачом по решению Роспотребнадзора. Поэтому при контакте врач определяет и уже оформляет листок нетуспособности. Всё решает лечащий врач. В какие сроки должен быть оплачен больничный работодателем? И радиослушатель говорит о том, что месяц прошёл со дня закрытия больничного листа, а денег всё нет. В данном случае, конечно, каждый случай разбирается индивидуально, потому что в данной ситуации мы не находимся в проактиве, поэтому всё зависит от подачи сведений работодателю. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы проявимся вновь на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о переходе на электронный лист нетрудоспособности. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С 1 января 2022 года законодательно отменяется привычный для нас бумажный листок нетрудоспособности. Что конкретно изменится в оформлении больничных с начала следующего года? Как будут начисляться пособия по болезни, беременности и родам? Об этом сегодня наша передача. Итак, гости нашей студии управляющие региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по республике Саха-Якутия Марина Евгеньевна Герман и начальники профильных отделов Мария Александровна Савенкова и Сергея Лана Петровна Корнилова. Итак, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире и телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по заданной теме, то звоните и получайте ответы на свои вопросы. Итак, вот поступивший телефонный звонок все-таки поставил небольшую проблему, что людям не совсем понятно, какие вообще изменения у нас происходят. Вообще, какие виды временной нетрудоспособности подлежат оплате? Сколько дней может болеть человек? Давайте подробнее об этом поговорим. Получается, оплатой производятся выплаты при временной нетрудоспособности при заболевании, травме, при получении травмы, также при несчастье в случае на производстве или его последствиях, при протезировании человека. Также идет у нас оплата близкая нету способность по уходу за больным членом семьи детей, старше до 18 лет, по уходу за ребенком инвалидом туда же входят, также по уходу за старшим больным членом семьи старше 15 лет. Также оплата производится близкая нету способности при санаторно-курортном лечении, после получения несчастья в случае на производстве. И оплата производится при профессиональном заболевании, при выдаче лисканец способности, при профессиональном заболевании гражданина. Можно ответить, что по уходу за больным членом семьи именно имеются ограничения в оплате за счет средств фонда социального страхования. Если с ребенком выдача лисканец способности по уходу за ребенком до 7 лет, то листок нету способности в календарном году оплачивается в течение 60 календарных дней. Если ребенок заболел с заболеванием, которое входит в перечень заболеваний, то оплата производится, есть специальный перечень заболеваний, который определяет лечащий врач, оплата производится в количестве 90 календарных дней. По уходу за ребенком инвалидом оплата листок нету способности в календарном году производится 120 календарных дней. По уходу за ребенком, который болеет тяжелыми онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, то оплата производится за весь период лечения. Также по уходу за членом семьи, который старше 15 лет, производится в течение за 7 календарных дней, но за год оплата производится 30 календарных дней. Ну и за ребенка, вот я не сказала, у нас от 7 до 15 лет оплата производится 45 календарных дней в календарном году за счет средств фонда социального страхования. Также вот может отметить ограничение по выплате, ну как бы определяя, ну именно врач сам, медицинская организация по уходу за больным членом семьи может выдать больше, а оплата ограничится именно в этих календарных днях. Хорошо, вот спрашивают. Я болел 14 дней, из них оплатили только 11. Почему? В данном случае не забываем, что ответственности работодателя в части оплаты первых трех дней остается. То есть фонд социального страхования начисляет пособия по временной нетрудоспособности с четвертого дня и до закрытия больничного листа. То есть с четвертого. А первые три дня оплачивает сам страхователь. В данном случае еще бы хотелось отметить, что есть удержание по НДФЛ. Люди обычно думают, что раз это социальное пособие, оно не облагается налогом. Нет, оно облагается налогом, поэтому люди обычно получают чуть меньше, на 13%, и задаются вопросом, почему. Все, отвечаем, что удержание НДФЛ производится с начисления по временной нетрудоспособности. Давайте еще раз разъясним, как производится расчет пособий. Расчет пособий производится за два предыдущих года с момента наступления страхового случая. То есть если человек запалил в 2021 году, то расчет за два предыдущих года берется в 2020 год и в 2019 год. И из этого дохода делится на количество двух лет календарных, то есть 730. Отсюда вычисляется сумма дня, которая умножается на количество дней заболевания и получается сумма пособия, которая облагается налогом 13% НДФЛ. И все это еще, я забыла добавить, что имеет значение также стаж страховой, стаж работы, то есть от суммы дня исчисляется также стаж. Если стаж превышает 8 лет, то, соответственно, полное пособие начисляется от суммы дня. То есть если сумма дня, допустим, 500 рублей, страховой стаж выше 8 лет, то берется полностью 500 рублей. Ну, это образно. Хорошо, следующий вопрос. Мама, которая находилась по уходу за ребенком, сама попала в больницу. За ребенком смотрел отец. Как в этом случае ему оплачивается больничный? Ребенок еще раз. Мама, которая находилась по уходу за ребенком до полутора или до трех лет. Это важно. Давайте оба случая смотрим. Попала в больницу, и на больничном находился отец за ребенком. Если мать сидит по уходу за ребенком до полутора лет, отец получает больничный по уходу за ребенком, то ему, к сожалению, не оплачивается, потому что невозможно выплачивать два пособия одновременно. Соответственно, она должна в этот момент быть отозвана, прекращен отпуск по уходу за ребенком для оплаты больничного листа отцу. Если же мать находилась по уходу за ребенком до трех лет, то отцу оплачивается больничный лист. Хорошо. Если гражданин работает у нескольких работодателей, то сколько листков нетрудоспособности и вообще должно оформляться? Если гражданин на страховой случае работает у нескольких работодателей, то ему оформляется один электронный листок нетрудоспособности. Электронный листок отправляется один, и каждый работодатель по этому электронному листку нетрудоспособности направляет в реестр. Но по желанию пациента, если он желает бумажный листок нетрудоспособности, то оформляется несколько бумажных листков нетрудоспособности в зависимости от работы в предшествующих двух годах. Если там несколько работодателей, и он в прошлом работал у этих же работодателей в предшествующие два года, и на сегодняшний момент работают у этих же работодателей, то выдается два бумажных листка нетрудоспособности. А если он только начал работать по совместительству и в предшествующих двух годах не работал у этого работодателя, то выдается бумажный листок по одному из мест работы. Или электронный один. Как оформляется листок нетрудоспособности при выписке гражданина из дневного стационара? Ну, листок нетрудоспособности в соответствии с порядком выдачи. Выписывается из дневного стационара или стационара круглогодичного. Он выписывается в день выписки пациента после получения стационарной помощи. В день выписки из стационара выписывается больничный листок. Но также бывают такие случаи, что пациент длительно находится в стационаре. Тогда пациент может попросить своего лечащего врача выписать листок нетрудоспособности на оплату пособия по временной нетрудоспособности. То есть его закрыть и следующий листок открыть, а тот будет подлежать и направлен для оплаты. Хорошо. А вот выдаётся ли листок нетрудоспособности гражданину, если он на момент возникновения, например, страхового случая, находится в отпуске без сохранения заработной платы? Такой интересный случай. Если человек находится в отпуске без сохранения заработной платы, то в этом случае листок нетрудоспособности не выдаётся. В связи с тем, что у этого пациента нет утраты заработка. Для чего выдаётся листок нетрудоспособности? Чтобы его освободить от работы. Получается, на тот момент, когда он находится в отпуске без сохранения, он не нуждается в освобождении от работы и не утрачивает свой заработок. Поэтому больничный лист при отпуске без сохранения заработной платы не выдаётся. Больничный лист выдаётся на общих основаниях, если человек находится в отпуске, очередном отпуске и сам заболел или получил травму. Хорошо. Марина Евгеньевна, укажите, пожалуйста, на самые важные аспекты данного нововведения, о котором мы говорили. Это переход на электронный лист нетрудоспособности. Прежде всего для наших жителей республики надо понимать, что с 1 января 2022 года листок нетрудоспособности будет формироваться медицинским учреждением, куда обратился наш гражданин, только в электронном виде. Следующий момент. Теперь уже здесь работа, взаимодействие между фондом и работодателем, нашим страхователем необходимо осуществить подключение к социальному и электронному документу обороту. На сегодняшний день мы хотим сказать и об этом говорим, что у нас очень низкий процент подключения, и мы должны провести очень активную работу. Это очень важно для работы. Ну и самое главное понимать, что уходит основная масса у нас, мы говорим о проактиве, то есть заявительный характер уже уходит и остаётся в 2021 году. Ну и работодателям, наверное, нужно обратить внимание на то, что в связи с переходом на электронный документ и оборот у них изменится и стиль работы. И стиль работы, и объём. Конечно же. Это и есть преимущество нового времени. Хорошо. Я благодарю вас за участие в нашей передаче, за очень интересный и, я думаю, актуальный для нас разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Лана Антонова. Сегодня мы говорили о переходе на электронный лист нетрудоспособности. Всего вам самого доброго. До свидания.